Академия порядочных парней и Бакуно Пика. Приглашаю тебя в комментарии и подскажи мне еще, пока я не посмотрела эти. А пока мы начинаем наш топ аниме-песен, которые ты слышал даже не смотря аниме. Ставь лайк под этим видео и пиши в комментарии, смотришь ты аниме или нет. Посмотрим, сколько нас тех, кто смотрит. Наверняка многие из вас даже не задумывались, откуда эта песня. А ведь это одно из самых мужских аниме. Невероятные приключения Джо-Джо. Сам трек это эндинг одному из сезонов. Между прочим, оригинал был выпущен еще в 71 году. Данное аниме буквально напичкано мемами, которые многие из вас неоднократно слышали. Да что там слышали, вы их и видели наверняка. Но чтобы их всех разобрать, нам и целого выпуска не хватит. Поэтому давайте еще один и поедем дальше. А спонсор этого видео наш легальный партнер 1Х Ставка, лидер в сфере беттинга, который является спонсором Локомотива и Московского Динамо. Здесь ты найдешь самые высокие коэффициенты, моментальное пополнение любыми способами, выплату на все платежные методы и, главное, защиту своей ставки законодательством. Также 1Х Ставка имеет лучшее мобильное приложение на платформах iOS и Android с широким выбором событий на все соревнования. Залетайте в наши ряды. Ну что, Гули на месте? Я уверена, что 99% людей хотя бы раз, но натыкались на эту песню. Ведь в момент выхода аниме и последующие пару лет это был один из лучших опенингов. И я уверена, услышав эту музыку, многие из вас невольно пропели «Осихитео, осихитео». Для тех, кто не знал, это опенинг из аниме «Токийский гульф», которое стало действительно популярным во многом благодаря этой композиции. Особенно учитывая, что после первого сезона с аниме начала происходить полная дичь. И данный опенинг запомнился многим как что-то действительно хорошее. Кстати, мне нравится еще русский кавер от Джеки О. А вам? Между прочим, для тех, кому нравятся вокалы исполнителя оригинала, есть еще пара годных опенингов от него. Например, в аниме «Девяносто один день». Или «Психопаспорт». Но с ним ознакомьтесь сами, очень советую. Также сейчас набирает популярность «Дед Инсайд Культура», которая сильно связана с «Токийским гулем». Но это уже совсем другая история. Помимо опенингов и эдингов, в интернете очень хорошо верусятся ремиксованные фразочки из аниме. Да, этот фрагмент тоже взятый из этой культуры. Название оригинала «Деревенская глубинка» или «Глухомань». Казалось бы, как обычная фраза из вполне обычного и легкого аниме может стать мемом. Ну как? Ответ очень прост. Тикток. Помимо тиктока, данный мем был вновь замечен еще и на ютубе. Так что все хейтеры аниме, будьте настороже и только попробуйте поставить дизлайк. Этот топ одобрен славой Марлоу. Аниме, мое любимое. Хочу обратиться к нему. Следующее аниме, я думаю, многие пропустили. Зовется оно «Blend S». Если вы еще не поняли, о чем пойдет речь, то вот вам его визитная карточка. И не знаю, как вам, но я видела этот момент сотню раз так точно. Но не совсем в таком исполнении. И без подобных монтажей не может обойтись ни одна платформа. Между прочим, все моменты в топе я видела, даже не зная о том, что они из аниме. Теперь желания к просмотру японской анимации еще больше. Знакомы ли вы с Дежавю? И нет, я не о том моменте, когда вам кажется, что что-то уже происходило, а о легендарной песне из Инициала Ди. Это один из самых старых, но по сей день популярных мемов, связанных с аниме. Оно и неудивительно, ведь само аниме вышло аж в 98-м году и продолжало выходить аж до 2014 года. Оно насчитывает в себе аж 6 сезонов. Ставь лайк, если смотрел все эпизоды данного тайтла. Если честно, следующая композиция в нашем списке давно у меня в плейлисте. И я даже не думала, что это музыка из аниме, пока не наткнулась в подборке на оригинал. Да, друзья, это Бакинамагатария. Или же Истории монстров. Данный тайтл один из цикла Манагатария. Там на самом деле ужас, сколько сезонов. Наверное, больше только в Фэйте, но тем не менее, именно четвертый опенинг завирусился на просторах интернета. Кстати, вот вам один из самых удачных мешапов к этому опенингу. Сейчас будет одно из самых противоречивых аниме, о которых я когда-то слышала. Но это не мешает 100% узнаваемости его музыки. Итак, послушайте и пишите в комментах, что это за опенинг. Да, вы правы, это Евангелиан. Те, кто не знали, соболезную. А если смотрели и не угадали, что ж, значит вы позер. Успели уже посмотреть новый фильм по Еве? Что скажете, стоит ли он того? Не знаю, как вы, но я каждый раз натыкаясь на очередной мемчик с песней из Евы, выгляжу как-то так. Далее не просто аниме, а то, что многие смотрят, говоря, но это не считается, ведь это про супергероев, и вообще оно смешное, но факт остается фактом. Многие знают Сайтаму, и, конечно же, главную тему One Punch Man. Аниме само по себе очень веселое, но не так давно разгорелась новая волна хайпа вокруг него. А почему? Сейчас расскажу. Ничего вам не напоминает? А если так? Обращение к Славе Мэрлоу. Мы, конечно, знаем, что ты фанат аниме, но странно вот так перенимать культуру, тем более из популярного аниме. От следующей композиции у меня буквально мурашки по коже. Да и чего греха таить, само аниме произвело на многих огромное впечатление, и сейчас многие вместе со мной поднесут кулак груди и встанут. Атака Титанов. Как же топ узнаваемых песен из аниме может быть без нее? Мне кажется, я даже демотиватора еще видела с этим опенингом и шуткой о созвучии Сусагео и похожего русского слова. Между прочим, Атака Титанов – одно из самых популярных аниме в России. Хотя манга уже завершена, все с нетерпением ждут завершения аниме. Осталось всего немного. А вот мем, который поймут лишь те, кто смотрели. Советую сделать потише. Эх, Леви, куда же ты опять полез-то? Как бы вы не относились к аниме, и в частности к тайтлу под названием Love Life, вы не можете отрицать, что Язава Ника очень милая. Кто это? Вы же ее видели в начале. Ладно, давайте посмотрим еще раз. Ну разве не милашка? А самое главное, что ее фраза, помимо данного ремикса, обзавелась и собственным вектором мемов, которые наверняка не обошли вас стороной. Буквально 2-3 месяца назад я начинала ненавидеть этот звук, ведь видео с ней было буквально везде. Натыкались на них, а я вот очень часто. Наверное, поэтому желания смотреть именно это аниме у меня теперь совсем нету. Как давно вы смотрели Губку Боба? Я вот-то очень давно не смотрела, и наткнувшись на это, была очень удивлена. Я сделаю это с помощью Титати Смерти. Я изменю мир. Ты не делал. Эх, Эл, не там ты искал Киру, но кто же знал? Все верно, речь пойдет о Титради Смерти. Аж яблок захотелось, а конкретно об этом Осте. Ведь на нем завязана огромная куча мемов, да и вообще само аниме, имея столь впечатляющую популярность, собрало вокруг себя кучу народа. Неудивительно, что все возможные приколы не обошли его стороной. Вот вам один из актуальных, ведь скоро на учебу. Ставь лайк, если бы хотел еще хотя бы один месяцок лета. Сейчас я даже говорить ничего не буду. Просто смотрите. Но согласитесь, это лучшее, что происходило с аниме сезоном прошлого года, разве нет? Для тех, кто не знает, поясню. Это Чика, персонаж из аниме госпожа Кагуя, в любви как на войне. И почему же ты видел ее? Да потому что, когда она нежно насанцевала в конце третьего эпизода первого сезона, это разлетелось по всему интернету. Более того, этим самым действием она затмила главную героиню и стала буквально идолом, особенно в Японии. Неудивительно, милая внешность, хорошая музыка и хорошо анимированный танец позволили ей попасть во все подборки. Более того, танцевать она умеет абсолютно под любую музыку. Или вот, например. Да наложите любую свою любимую песню, и она вам идеально отпляшет под нее. Радуйтесь, парни, это ваше идеальное вайфу. Быстренько окунемся в детство и пойдем дальше. Стоп, это какое-то не детство, а ну-ка. Так-то лучше. Легендарная песня из аниме «Покемон». Неудивительно, что все знают ее, ведь все мы в детстве смотрели покемонов. Даже мои друзья, которые не любят аниме, говорят, что они смотрели лишь покемонов. И еще одно старое аниме, пишите в комментах догадки. Подскажу, это не Миядзаки. Но чтобы угадать, достаточно взглянуть вокруг и оглянуться назад. Кстати, спускайся в закрепленный комментарий, где указан мой промокод АПП, который дает бонус до 20 800 рублей всем новым пользователям. И переходи на белую сторону. В завершении речь пойдет о не особо популярном аниме. Но в русском сегменте его запомнят надолго. Аниме, девушки и танки. Не слышали? Ну что ж, придется послушать. Как вам японская Катюша? Когда я это увидела, я была в шоке. Как так? И это ладно простые слова. Вы послушайте, как они поют куплет. Я не думаю, что удивлю кого-то, если скажу, что лишь в России данный фрагмент разлетелся на огромную кучу мемов. И те, кто не смотрели аниме и не натыкались на этот отрывок, даже не говорите, что не знаете эту песню. Ну что ж, ребят, огромное спасибо вам за просмотр. Делись этим видео с друзьями, пиши в комментарии свои любимые аниме. И если этот ролик соберет 15 тысяч пальцев вверх, то мы сделаем еще одну часть про аниме. Я раскрою вам все карты и расскажу, какие именно аниме повлияли на творчество популярных исполнителей. Например, на таких, как Слава Мерлоу или Моргенштерн. Поэтому все зависит только от тебя. Подписывайся на канал и нажимай колокольчик. С вами была Вика. Увидимся завтра. Всем пока.